Всем респект, братва! Я просто в шоке! События The Day Before и её разработчиками развиваются быстрее, чем я думал. Вчера студия Fantastic объявила о закрытии, а их замечательная игра The Day Before снята с продаж. Ну что я тут могу сказать? Па-па-па-пам-пам! Па-па-пам! Вот и всё! Я сначала даже не поверил, когда мне на стриме сообщили о том, что студия закрывается. Вот моя реакция. Кстати, компания The Day Before объявила сегодня о закрытии InfoEasy в их твиттере. Пусть это будет правдой. Ну, серьёзно ты? Нет, я не верю в это, я не поверю. Ты уверен? Не, подожди, я прям аж паузу поставил. Я не верю в это, подожди. Блядь, это правда, да! Посмотреть на всех этих чмошников, которые игру засидали, её напилинут, блядь. А некому напиливать-то больше, сука! Я сделал обзор игры, которая набрал уже больше 40 тысяч просмотров, и там в комментах огромное количество людей приводили мне один аргумент. Артём, ну чё ты срёшь игру? Игра же в раннем доступе! Да её допилят, да чё ты сидишь тут, обсираешь игру, а она не такая плохая! И вообще, это первая игра разработчиков! Представили сейчас лица этих защитников. И знаете, что они теперь будут говорить? Да это вы захейтили игру, вот разрабы и не вывезли, и закрылись, это всё из-за вас! Короче, в этом видео мы с вами поподробнее разберём всю эту ситуацию с закрытием студии. Поговорим о том, так много ли было потрачено денег на разработку игры. Я расскажу вам кое-какие инсайды, которые получил от бывших коллег из российского геймдева, и выскажу все свои мысли по поводу всей этой ситуации. А перед этим, как всегда, попрошу всех подписаться, поставить лайк, если вам понравится видео. Ну и по классике, жду всех у себя на Twitch-канале и в телеге. Заходите, подписывайтесь, а мы начинаем. Погнали! Итак, что же говорится в заявлении разработчиков? Сегодня мы объявляем о закрытии студии Fantastic. К сожалению, The Day Before потерпел финансовый провал. И нам не хватает средств для продолжения. Про средства мы сейчас с вами отдельно ещё поговорим. Весь полученный доход используется для погашения долгов перед нашими партнёрами. Это мы тоже отдельно обсудим. Мы вложили все наши усилия, ресурсы и человека-часы в разработку The Day Before, которая стала нашей первой масштабной игрой. Мы действительно хотели выпустить новые патчи, чтобы раскрыть весь потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет финансирования для продолжения работы. Важно отметить, что мы не брали никаких денег у общественности во время разработки The Day Before. Не было никаких предварительных заказов и краудфандинговых кампаний. Это говорят люди, которые выпустили в ранний доступ практически неиграбельный калбис контента. Ну, хорошо. Мы неустанно работали в течение пяти лет, вкладывая в игру свою кровь, пот и слёзы. На данный момент будущее The Day Before и PropNight неизвестно, но сервера будут продолжать работать. Приносим свои извинения, если мы не оправдали ваших ожиданий. Мы сделали всё, что было в наших силах, но, к сожалению, мы неправильно рассчитали наши возможности. Создание игр – невероятно сложная задача. Надо же, кто бы мог подумать. Мы благодарны всем тем, кто поддерживал нас в эти трудные годы. Бла-бла-бла, далее идёт причисление игр, которые они выписали по годам. Там, кстати говоря, тоже есть один интересный момент, но об этом чуть позже. Итак, что же хочется мне сказать, кроме «ну, я же говорил!» Во-первых, если вы думаете, что я радуюсь тут закрытию российской компании-разработчика, вы ошибаетесь. Я на самом деле ни разу не рад. Как я не рад и тому, что The Day Before вышла неиграбельным калом. Я бы хотел, чтобы игра была хорошей, я бы хотел, чтобы разрабы её допилили. Но верил ли я в это? Нет. И вот почему. Многие у меня под обзором писали почему-то, что The Day Before была первой игрой разрабов. Хотя это неправда. До этого у них было аж четыре игры. Вот они сами их в своём же обращении и указали. И судьба одной из этих игр, Dead Dozen, очень похожа на The Day Before. Эта игра вышла в раннем доступе, обосралась и была просто брошена разрабами и снята с продаж. Но такого хайпа, как вокруг The Day Before, тогда, естественно, не было. Собственно, поэтому я и не верил в разработчиков. Я думал, что они со временем бросят и The Day Before. Однако поворота с закрытием студии через четыре дня после релиза не ожидал даже я. И если раньше я говорил, что нас наебали, имея в виду обещания разработчиков по поводу игры, то теперь всё это реально было похоже на обычное мошенничество. В своём обращении разрабы нигде не говорят, что будут возвращать деньги за игру, которая уже, считай, мертва. Зато говорят, что серваки будут работать. Непонятно, правда, зачем. Также они говорят, что все средства пойдут на погашение долгов. И всё это очень подозрительно. А ещё игра какое-то время продавалась дальше, хотя разрабы уже выкси линку о том, что они закрываются. А подожди, а The Day Before-то ещё есть в этом? В Стиме? Убрали уже Стима? Да, посмотрим. Ещё есть. Угрызь, конечно, потенциал. И я верю, что они её не забросят. Не забрось эту бля... В Твиттере на сообщении разрабов о закрытии студии им начали писать, что они обязаны вернуть деньги обманутым пользователям. Тут даже вот, писали официальный канал по новостям, кого в Дьюти Варзона, вы должны вернуть все деньги, которые вы забрали с людей. Можете полистать тут трешак. Но разрабы долгое время просто молчали. Однако уже ночью издатель игры, компания Майтона, всё же объявила о том, что откроют снова рефанды на игру. Может быть, это случилось после того, как на них палился поток обвинений в мошенничестве. А может быть, изначально так и планировалось. Тут уж я не знаю. Но я в любом случае очень рад, что деньги за это недоразумение всё-таки пользователям вернут. А вот насчёт самой игры тут мне есть что сказать. Дело в том, что спустя какое-то время после выхода за Day Before в раннем доступе выяснилось, что в ней используется огромное количество готовых ассетов. То есть сами разработчики приложили как раз минимум усилий. Очень похоже, что игра вообще была ослеплена на коленке за несколько месяцев, чтобы побыстрее выпустить её в продажу. Кроме того, многие знают, что компания активно использовала волонтёров, которые работали на неё бесплатно. То есть деньги она и тут как бы экономила. Поэтому, если честно, мне не очень понятно, о каких долгах и кому тут идёт речь. Кому фантастик должны и за что? На что они изначально рассчитывали? Слепить игру на коленке? Выпустить и получить всемирное признание и успех? А потом поняли, что обосрались и решили закрыть студию? Чтобы вы понимали, судя по инфе, который у меня есть как раз из геймдев-окружения, там реально всем сотрудникам просто сказали «Сорян, вот вам чуть-чуть запэ за декабрь и отпускные, всем пока». Это как бы пи***ц, нет? Вообще, что это было? Кстати, а что там у игры по продажам? Ну там всё ожидаемо грустно. Вот вам инфа от одного из главных якутов Эдуарда Готовцева. Всего было продано 201 тысяча копий, из которых была 91 тысяча рефандов. Менее 50% рефандов, учитывая в каком игра была состоянии, это на самом деле не так уж и плохо. Хотя, если оценивать в целом по нормальным релизам, то это, конечно, полный пи***ц. Короче, чистых продаж было чуть более 109 тысяч. Игру, естественно, уничтожили в отзывах и обзорах. Здесь я виноват, каюсь. Также Эдуард пишет, что игра быстро вылетела из топов продаж, и что на сегодняшний день продажи уже почти нулевые. Плюс упоминается, что серваки надо содержать, и стоит это 1 миллион долларов в год. Видимо, из всего этого игру и решили закрыть. А после такого позора не только игру, но и всю студию. Хотя я не могу сказать, что 109 тысяч проданных копий, это прям так мало денег. Давайте возьмем цену игры в 1300 рублей, то есть 15 баксов. Я считаю, что это минимальная цена, потому что за рубежом, как я говорил, игра стоит почти 40. Даже считая по минимальной цене в 15 баксов, минус комиссия стима 30%, получилось заработать больше 1 миллиона долларов. То есть на серваки бы хватило, и осталось бы даже еще чуть-чуть на допил игры. Напоминаю, что заработать им, скорее всего, удалось больше, но, к сожалению, данных продаж по регионам у меня нет. Так не лучше было бы пилить игру дальше, чтобы восстановить свою репутацию? Да, они бы выходили в ноль, но я не уверен, что закрытие игры и возврат всех заработанных средств как-то поможет. Если бы они допиливали игру дальше, был бы шанс окупиться и даже выйти в минимальный плюс. Ведь были же люди, которые, несмотря на масштаб провала, верили в игру, защищали ее, поливали меня говном за то, что я ее критикую. И вот даже им, разрабы, решили плюнуть в лицо. На самом деле, лично я думаю, что разрабы просто понимали, они не вывезут поддержку такого провального проекта. Тут же работать надо реально, в поту, слезах и говне, которым их поливают. Просто брать готовые ассеты и заставлять волонтеров их допиливать не проканает. И мне, конечно, немного по-человечески жалко разработчиков, но жалеть при этом я их не буду. Я понимаю, ваша игра пососала жопу, но виноваты в этом только вы сами. Во-первых, маркетинг, построенный на лжи, на фейковых трейлерах, пустых обещаниях и так далее. Во-вторых, такое ощущение, что разрабам в целом было насрать на игру изначально. Непонятно, зачем они вообще ее все-таки сделали и выпустили. Вот вспомните No Man's Sky. Игра вышла огрызком говна. Точно так же получила разгромные отзывы и кучу рефандов. И что же сделала компания Hello Games? Бросила игру? Объявила о закрытии? Нет. Она начала пилить игру дальше, доводить ее до ума. Сначала довела ее до состояния обещанной игры, а потом и развила в нечто большее. Вот так происходит, когда разработчикам не насрать на свою игру и репутацию. И ими не движет исключительно цель заработать деньги. А если руководствоваться исключительно наживой, то случается вот такое. Когда разработчики The Day Before закрываются The Day After после выхода игры. Пусть она будет уроком всем. И тем, кто не верит, что разрабы, которые выпускают вот такой вот наскоро слепленный на коленке кал, не хотят на самом деле работать над игрой изначально и не будут доводить ее до ума. Опять же, есть, конечно, исключения, но это редкость. Пусть это будет уроком и разработчикам, которые думают, что если врать о своем проекте, это может сработать. Не надо оправдывать их и винить тех, кто критикует игру. Если кто-то плохо делает свою работу, вина за это лежит исключительно на нем, а не тех, кто его не хвалит за его дерьмовую работу. Ну и под конец немного забавного. Только что Леха Оледван мне прислал свежую информацию из Reddit. Разработчики сменили имя и передали новой компании, которая называется теперь 8 Points, то есть 8 очков. Видимо, именно востолько они сами оценивают свою работу. Короче, они передали ей во владение свои старые игры. Вообще, это старое название компании перед ребрендингом, перед тем, как они переименовались в Фантастики. Но, видимо, что-то пошло не так и пришлось его вернуть. Короче, вы теперь будьте с ними как-то поаккуратнее. Похоже, они не хотят совсем уходить из этого бизнеса. Спасибо большое всем, кто досмотрел до конца. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях. Пишите, что вы думаете вообще по поводу всего этого письма, который произошел. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, и приходить к нам на Twitch-канал и Telego. А на сегодня это все. Хороших всем игр и жестких респектов. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok